здравствуйте в эфире алиса юркова и программа реальная любовь это программа об интересных людях и их реальной жизни и сегодня у нас в гостях интересная женщина елена бабурина привет лена рада что ты пришла лена социолог тренер личностного роста коуч и вновь избранный депутат поздравляю тебя вступлением в такую может быть не специфическую до для тебя должность это будут первые шаги политики я бы сегодня хотела поговорить с тобой не о политике о более человеческих вещах о том что волнует всех людей независимо от их социального положения возраста пола это счастье это удовлетворенность жизнью это как совместить дух тело физику да и да все что у нас на поверхности лежит казалось бы на поверхности но это очень глубины для нас вещи и ты мне сейчас интересно как именно коуч так как тренер личностного роста человек с которым люди растут какие запросы у людей наиболее частые к тебе как к профессионалу ко мне именно обращаются чаще всего с вопросами про отношения и какое-то время назад я пыталась уйти от этой темы прямо даже открыто писала что ребята пожалуйста давайте про деньги давайте про бизнес давайте про какие-то менее личные истории потому что мне самой же стало неинтересно с этим разбираться но я поняла что знаешь как карма или предназначение или судьба в общем никуда мне от этой темы не уйти по-прежнему люди идут именно с этими запросами они могут меняться это могут быть партнерские отношения это могут быть отношения детско-родительские но все равно как правило то есть отношения двух людей личные отношения а почему тебе перестала эта тема быть интересной но мне какой-то момент показалось что я про это все поняла то есть мне самой ну знаешь когда специально к специалисту приходят клиенты и начинают разговаривать с ним о собственных проблемах то все равно собственная личная прокачка представителя помогающей профессии тоже происходит но и у меня есть ощущение что если человек приходит к тебе запросом то значит это твой собственный запрос тебе все равно нужно еще проработать может быть я как-то так слишком высокомерно решила что мне уже все понятно про это люди люди продолжают идти и показывать мне что нет мне все таки еще нужно кое-что в себе может быть открыть в этом ключе тоже но они по сути-то все равно ищут счастье так все ищут счастье алиса мне кажется в этом смысл жизни в том чтобы идти к счастью но кто-то считает что счастье это какой-то какая-то цель конечный результат а кто-то считает что так раз путь к этому результату и во время этого пути так а что это для каждого это что-то свое и ты помогаешь это найти или есть какая-то определенная истина и ты просто людей к ней приводишь может быть и есть какая-то определенная истина но мне пока она не открыта я верю что можно до этого все таки когда-нибудь дойти да и узнать что же такое счастье но поскольку я работаю именно в коучинговой традиции коуч никогда не дает свои решения клиенту мы всегда исходим из того что приносит нам клиент потому что каждый конкретный запрос это очень индивидуальная история мы основываемся на опыте человека на его бэкграунде да то что у него уже есть те результаты которые уже достиг соответственно исходя из того что он нам принес туда мы и выведем то есть первый запрос первый мой вопрос как коуча на каждой коуча есть что ты хочешь куда ты хочешь прийти это самый сложный вопрос мало кто знает чего он хочет да и мало кто приходит коуча чтобы узнать об этом потому что очень красивая история когда ты лежишь дома на диване страдаешь а когда человек спрашивает а как тебе помочь да что тебе нужно что ты хочешь ахоставьте я сегодня видела шутку в контакте про то что женщина что ты лежишь и орешь на диване оставьте это по работе ну да вот ахоставьте потому что надо же сформулировать когда ты формулируешь что ты хочешь во первых повышаются шансы это получить во вторых ты берешь ответственность на себя это самое страшное результат да кому это на руку вообще но это надо быть очень специфичным человеком готовым морально взять ответственность за свое счастье ну соответственно если ко мне приходит клиент ну такой мы их называем дикие клиенты как у которых еще нет опыта работы с коучами и задать вопрос а что ты хочешь то человек может сказать я хочу хорошей жизни я хочу счастья я хочу чтобы меня любили но как-то обтекаемо не конкретно очень абстрактно моя задача прояснить максимально конкретно вопрос запрос я спрошу что такое счастье для тебя как ты поймешь что ты счастлив как ты поймешь что ты любишь что ты любим как ты поймешь что у тебя хорошая жизнь то есть что конкретно для тебя какие индикаторы конкретно для тебя сработают а это не является ли иллюзия человека то есть ему кажется что вот там будет выплачу я например ипотеку и все и будет счастье выплатил не случилось счастья никакого не произошло то значит не в этом было знаешь как говорил инштейн чтобы понять систему нужно выйти в систему большего масштаба ну соответственно если мы дошли до ипотеки вот допустим человек приходит говорит нужно срочно там миллион рублей заработать окей зачем мне нужно погасить ипотеку что тогда тогда все будет хорошо и вот когда у тебя все хорошо говорю я как коуч тогда что а тогда все они чего тогда то есть у человека есть определенный какой-то вот рубеж в голове вот там будет конечный итог которому я иду а что за этим непонятно ну и соответственно люди теряют смысл когда доходят туда куда якобы они хотели прийти не получают там удовлетворения теряют интерес к жизни сбиваются расстраиваются делайте то что а вот надо понять что на самом деле ты хочешь делать вот когда у тебя уже выплачена ипотека вообще все вот все хорошо то что тогда для тебя становится возможным вот про это коучинг про глубинные ценности ну и для меня это путь к счастью изучение своих глубинных ценностей изучение того что на самом деле я хочу для чего мне все эти миллионы ипотеки квартиры и так далее что за этим всем стоит более важное и есть в эриксонской традиции коучинга такая техника мы называем ее корневая ценность вот именно из чего ты там внутри состоишь что там самое самое важное в тебе это такой медитативный процесс через который можно пройти и узнать к чему ты вообще к чему твоя душа стремится то есть вопрос предназначения уже стоит или это более сложный такое слово знаешь вот мне кажется не в коучинговой традиции но про миссию мы можем поговорить например с клиентом кем ты хочешь стать когда вырастешь и к для кого это еще важно и то есть многие же люди ищут себя особенно поколение от 30 до 40 получается что начинается смена профессии смена рода деятельности то есть сейчас же уже в современном мире нет такого что мы выбрали одну профессию на всю жизнь да мы постоянно что-то ищем я думаю это связано еще в целом с изменением парадигмы поколение другое поколение другие ценности они общемировые скорость другая развитие общества в целом и если поколение наших родителей было принято больше вот такое коллективное мышление вот это мы там они больше такой общиной могли жить то сегодня фокус на индивидуализацию на персонализацию и каждый ищет себя и это так было модно говорить 10-20 назад мы прям много про это везде было потому что нужно искать себя про то что нужно быть собой про то что нужно заниматься своим делом и вот как раз появилось это поколение дауншифтеров это люди бросали свои университетские профессии забывали про свои университетские дипломы и уезжали серфить на бали и становиться не знаю инструкторами по йоге тренерами там какими-нибудь по серфингу заниматься маникюром и какими-то такими милыми красивыми вещами которым лежала душа на которые не могли бы одобрить родители например там еще лет 20-30 назад а сегодня это возможно и мне кажется что благодаря этому гораздо больше людей стали счастливыми потому что стало можно быть любым ну больших городах да все больше и больше возможности для этого появляется сейчас ведь можно и любую по сути профессию освоить не обучаясь этому четыре пять лет конечно конечно я буквально на днях поняла что то количество часов которые я посвятила терапевтической психологической работе в общем то превышает уже психологическое образование специальное то есть я так давно в этой теме уже работаю что в общем то могу говорить что я психолог ну несмотря на то что у меня нет образования про это там ну собственно поэтому я и не говорю мне образование социологом но это смежная да смежная конечно смежная поэтому практика она конечно более в практике посчитала там уже тысячи часов что конечно не у всех психологов сегодня есть такое количество терапевтических часов так и что люди получается решают до свои запросы свои проблемы которыми приходят а примерно сколько времени а зачем проблема от задач решишь а расскажи проблема ней решаются задача да то что может решать потому что очень многие люди которые приходят к приходят задачи или с проблемами вот я сейчас расскажу приходят с проблемами именно для того чтобы узнать что она нерешаема и что это настолько уникальная проблема, что просто никто не сможет с ней справиться. Это, знаешь, такое и проявление гордыни, и проявление чувства собственной важности. Я такая бедняжка, что вообще таких не встречали еще. Это новый сценарий какой-то. Нет. Это вообще не новый сценарий. Так приходят люди вот с этим. Но они же думают, что пришли с каким-то новым сценарием. Да, да, да. Всего 33, а у меня 34. Вы не понимаете, у меня такое вы не понимаете. Ни у кого такого нет. И вот они рассказывают, я слушаю. Ты уже поняла, что там будет дальше и все варианты. Я не могу так сказать человеку, который пришел с очень особенной проблемой. Поэтому я вот слушаю и спрашиваю довольно прямо. Вы мне что хотите доказать? Что это невозможно решить? Тогда мы разойдемся. Прямо сейчас я даже пробовать не буду. Если вы хотите из проблемы сделать задачу, все-таки перевести ее в ранг задачи и найти решение, и взять ответственность на себя за решение этой задачи, тогда окей, мы с вами работаем. А так я даже начинать не буду. Ну или сразу так. Ну нет, почему я? Что ж, я зря пришел. Давайте все-таки как-то решать. Ну поскольку я сама такая же, в общем-то. Я же тоже, знаешь, приходила раньше к специалистам и говорила, нет, вы не понимаете. То, что у меня... Ни с кем, никогда. За всю историю человечества. Очень особенная. Очень особенная проблема. Вот. Ну, потом я поняла, что все особенные проблемы, они, в общем-то, довольно типичны. Все раскладывается по полочкам. Конечно, это было больно признать. Знаешь, что такой удар по короне. Пришлось ее как-то... Поправлять. Поправлять. Да, но... Так эффективнее. Так эффективнее. Ну, то есть люди в итоге получают результат. Ну, кто хочет, тот получает, да. Тот, который они хотели. Иногда результат превосходит их ожидания. Иногда они получают такой результат, который невозможно было предсказать. Но для меня все изменения к лучшему. Любые изменения к лучшему. Потому что если ты ничего не делаешь, ты не меняешься, то происходит неизбежная деградация. Остановка в развитии. Ну, и, собственно, деградация. А если ты меняешься, то это развитие. А в чем у тебя счастье? Вот в чем для тебя заключается? Такие вопросы задаешь. Я думаю, как раз в этом пути. В поиске себя, в углублении себя. В процессе. В процессе, да. В постижении себя, своих ресурсов, своих возможностей. В раскрытии. Я, знаешь, спасибо социальным сетям. В Фейсбуке есть чудесная функция, которая напоминает, о чем ты писала год назад, два года назад. И я сравниваю свои тексты с тем, что у меня сейчас в голове. На одни и те же проблемы, например, могли бы быть какие-то там размышления у меня. И я вижу свой прогресс. Я вижу, насколько проще мне становится с собой, с миром, с жизнью. Насколько больше становятся задачи, которые я сегодня могу решать. Просто увеличивается масштаб. То есть ты увеличиваешься, да, внутренне? Да, и в этом развитии, мне кажется, как раз и есть смысл. Ну, то есть в этом твое счастье, ты счастлива в процессе вот этого саморазвития, самопознания. Да, да, и здесь же у меня сразу до гонка мыслей приходит. Это про то, чтобы делать то, что хочется, и не делать того, что не хочется. Хочется иногда испытать себя так вот, знаешь, а смогу, не смогу. А у меня это бесконечно, постоянно, да. Челлендж — это мое второе имя вообще. Но вот есть моменты, есть несколько сюжетов, к которым я не подхожу. Знаешь, это довольно такие примитивные страхи, например, страх высоты. Вот я знаю, что мне хотелось бы с этим поработать, и избавиться от этого. У меня было так с водой. Я панически боялась воды всю жизнь. Я думала, что вот есть люди, которые умеют плавать и отлично в воде себя чувствуют. Есть, которые нет. И вот я, которая нет, и всё это навсегда, это диагноз. Я настолько боялась воды, что даже, знаешь, там душ старалась не принимать, а вот, ну как сейчас, не хочу на камеру показывать. Ну, в общем, чтобы вода не лилась на лицо, потому что я очень боялась, что там нос попадёт, в общем. Ну, прям, ну, понимаешь. То есть захлебнуться? Не знаю, чего. Ну, в общем, в 30 лет я пошла в бассейн, меня научили нырять, и буквально за час первой же тренировки я нырнула, проплыла под водой, выныриваю, и у меня просто истерика от счастья. Я верю еще на весь бассейн, но, господи, неужели это была я? Неужели у меня правда получилось? То есть сейчас мне... Я помню, но я не могу почувствовать этого, как это бояться воды. То есть это настолько вот прошло, знаешь, после 30, оказывается, даже вот такие вот вещи можно решать. Поэтому после этого у меня вообще нет понимания, что что-то невозможно. Вообще всё возможно. То есть это дало огромное количество ресурса. Знаешь, страх очень много энергии блокирует. И если ты от него избавляешься, если ты с ним прощаешься, всё, его больше нет, энергия высвобождается, и ты можешь её направлять на всё, что хочешь, на любые совершения. Вот у меня такая же история есть с высотой. Будешь что-то с этим делать? Ну, у меня есть план, но вот что-то мне, знаешь, пока прямо надо вот... Видимо, там столько энергии, что я пока побаиваюсь её высвобождать. А то, что понимаешь... Ух! А то натворишь... Там и Госдума, знаешь, скоро уже выборется. Тряханёт всех. Да, мало не покажется. Пока придерживаешь эту ресурс. Да, да, да. До этого джина в бутылке. Так. Интересно. В общем, вот в этом для меня, собственно, и есть счастье. В изучении себя, в познании своих способностей, и в постоянном расширении. А что для тебя гармония? Когда есть и челлендж, вызов, и покой. И когда ты в балансе при этом. То есть ты можешь быть на гоне, в доспехах, спасать мир, или, не знаю, завоёвывать мир. Ну, в общем, да, какие-то активные действия. При этом ты можешь пойти, свернуться калачком под одеялком, на пару деньков потупить. И когда ты в балансе, когда ты знаешь, что здесь ты амазонка, а здесь ты уютная домашняя кошечка, ты разрешаешь себе и такой, и такой быть. Ну, можно разной полярности выбирать, не обязательно. То в этом гармония. Я не думаю, что гармоничный человек это тот, который всегда придерживается одной какой-то линии. Для меня как раз гармония в умении сочетать вот эти полярности. Быть и плохой, и хорошей, ну, условно, и чёрным, и белым. Уметь переключаться, понимать ресурсность и такого состояния, и такого состояния. И умело их сочетать, ни в чём себе не отказывая. Ну, то есть ты переключаешься между состояниями. В зависимости от задачи, да. Такая женская история. Насколько часто мужчины к себе приходят? Мужчины приходят. Я думаю, что 50 на 50 приходят. А, даже 50 на 50. Мне казалось, что женщины больше обращаются. Да, это правда. Женщины больше обращаются, но вот лично у меня 50 на 50. Ну, знаешь, просто мне кажется, это ещё традиция в целом общества, что женщина больше склонна искать причины в себе. Сейчас не будем, да, уходить в вопросы гендерные. Но в целом... Ну, мужчина про внешний мир, женщина более про внутренний. На самом деле для женщины больше всего сегодня всяких тренингов, курсов, и в принципе женская тематика сегодня... Я думаю, потому что спрос есть. Если бы женщинам это не нужно было, никто бы эти продукты не производил в таком объеме. У мужчин есть ещё такие представления, довольно ограничивающие для них же самих, что мужчина настоящий должен решить все свои задачи сам. И он не пойдёт кому-то там... За помощью. Особенно там какой-то незнакомой женщине. Как он будет женщине жаловаться? Да вот недавно в Фейсбуке у меня даже мои подписчики писали, что настоящий мужчина, он вот не будет кому-то там жаловаться на свои проблемы. Пойдёт, всё сам решит. Максимум с друзьями посоветуется. Но работа с коучем или там с психологом, это же не про то, чтобы посоветоваться и получить готовый ответ. Это про то, чтобы помочь себе найти свой собственный... А какова механика работы? То есть что происходит? Вы просто встречаетесь, разговариваете? Или ты даёшь какие-то задания? Посмотря, о чём мы договорились. Как правило, я стараюсь брать клиента в долгосрочную работу. От месяца до трёх, скажем. Больше у меня ни с кем не было опыта. То есть от месяца до трёх решается задача? Запрос какой-то конкретный. То есть мы определяем, с какой темой человек хочет работать на этот период. И в зависимости от того, насколько он далеко находится, от того, где хочет оказаться. Есть точка А, мы её диагностируем. Есть точка Б, мы её прописываем, операционализируем, чётко разбираем, что конкретно, какой результат ты хочешь и какие индикаторы этого результата. Намечаем путь из шагов, которые нужны для того, чтобы там оказаться. В зависимости от этого, от сложности этого пути, в общем-то, человек сам определяет, сколько он себе даёт на это время. Месяц, два, три. Иногда после разговора первого даже с коучем человек понимает, что нет, ему туда не надо. Это какие-то лжеценности, или чужие, или навязанные. И курс может быть скорректирован. Вот не точка Б, а точка С, и она вот здесь. Такое тоже бывает. Механика встреч. Да, это очные разговоры. Мы можем работать по скайпу, можем работать лично, это уже не так важно. Коуч задает вопросы, клиент на них отвечает. Если мы в долгосрочном уже контракте, то, да, это могут быть какие-то задания. Но если я понимаю, что человеку нужно как-то поддержать себя между нашими встречами. В отличие от терапии психологической, мне кажется, что к коучу сложнее привязаться, не вызывает привыкания к коучу. Потому что в первую очередь человек учится находить ответы. Как ты сам с собой работаешь. То есть моя задача только с клиентом быть внимательным слушателем и давать ему обратную связь. Вот смотри, ты второй раз уже за встречу сказал вот это слово, почему оно так важно для тебя. Или ты пришел с этой задачей, хотел разобраться, а мы почему-то с тобой говорим все равно про деньги. Ты вроде хотел про любовь, а мы почему-то про деньги. Почему, как эти темы связаны. И таким образом курс может быть скорректирован. Кому-то бывает страшно оставаться одному. Тогда нужны какие-то задания для того, чтобы создавалось вот это пространство поддержки между встречами. Как правило, раз в неделю мы встречаемся с клиентами, беседуем. Порядочные коучи, я знаю, занимаются, коуч-сессия рабочая, полчаса, 45 минут, на максимум час. Мои встречи обычно дольше. Но я так думаю, вот у меня есть рабочее время и еще какой-то там личный разговор с клиентом. То есть я сейчас, моя вот прям задача, моя зона роста для того, чтобы укорачивать встречи, чтобы люди не подсаживались на разговоры со мной. Ну и чтобы у меня тоже был понятный график работы, а не благотворительность. Согласна. Скажи, а бывает такое, что вот решили задачу, вроде человек разобрался, и потом все встало у него на круги своя? Конечно. Что с этим делать? Разбираться заново. А та ли это была задача, которую ты хотела? Ну знаешь, вот на круги своя. Читала Джо Диспензен про силу подсознания, одна из моих любимых настольных книжек. Он очень хорошо там описывает. Знаешь, многие же не верят в энергии, там вот это все эзотерикой считают. И так для... Но это уже настолько часть нашей жизни, что мы можем верить, не верить в то, что солнце встает и садится, от этого оно не перестанет. Да. В общем, Диспензен написал книгу для таких, кто... Для таких, типа меня, у кого формальное образование, и все четко нужно было научно объяснено, вот должно быть. Тогда я, может быть, поверю в ваши вот эти все энергии и прочие, чакры там. И как раз у него все очень четко с точки зрения физиологии, психофизиологии, медицины, на гормональном уровне расписано, как вот эти процессы происходят у человека, как от эмоций зависят результаты, зависят результаты, которые человек достигает в жизни. Ну, если ты позволяешь себе уныние, и это твое обычное фоновое состояние, то у тебя и гормональный фон соответствующий, такой унылый. Если ты постоянно в эйфории, то у тебя другие гормоны. Если ты в стрессе, то у тебя кортизол, адреналин и так далее. И вот этот гормональный фон, он вызывает привыкание. Соответственно, когда ты перестаешь, ты работаешь с психологом, с коучем, с терапевтом, ну, с кем-то, кто тебя выводит на другой гормональный уровень, что хочется вернуться туда. Это такая же наркомания, такая же зависимость, как и алкозависимость, и там наркотическая. То есть человек от эйфории сбрасывает вниз, ему вот на этих качелях кайфово. Да, да, да. Потому что нужен нормальный уровень, вот нормальное химическое твое состояние. Ну и, соответственно, очень просто уйти опять туда. Ты через эмоции помогаешь людям снизить потребность в гормональных всплесках или как-то по-другому? Ну, это не всегда речь о всплесках. Это может быть фоновое уныние, когда просто бубу-бубу, всё плохо, всё плохо, ничего не... Жизнь тлен, да, всё тлен, ничего не изменится, всё бесполезно. Там нет всплесков. Там вот всё так и всё. Пообщался с тобой, на крыльях полетел. Да, потом всё равно. Через три дня опять. Нет, знаешь, что-то мне кажется, что коучинг — это не моё. Что-то мне кажется, что... Ну, как правило, опять-таки, чем отличается коучинг от терапии, что здесь должен быть осознанный запрос. и начинающие коучи часто начинают спасать людей, вытягивать их из их болотца. Вот этого делать, конечно, не нужно, потому что... Надо уже отследить себя, да, что я в роль спасателя сейчас захожу. Ну, это вот этот пресловод треугольник Карпана, когда спасатель — жертва и преследователь. Здесь очень просто перейти из спасателя в преследователя и сказать, слушай, уже отстанет меня коуч, уже нормально мне здесь в моё болотце, и всё, у меня очень хорошо. Нет, я причиню тебе добро. Я причиню тебе добро, да. Поэтому очень, конечно, большой риск, что человек плюёт на свой результат, отказывается от него и остаётся там, где был. Ничего страшного, это его выбор, нужно его уважать. И если есть вот это базовое уважение к другому, к его выбору, тогда нет никакой трагедии в том, что он выбрал такой путь, а не тот, который тебе оказался более приемлемым для него. А тебе, как специалисту, бывает сложно? Бывают ли такие условно-токсичные клиенты? И как себя обезопасить, как себя очищать? Для себя как ты делаешь какие-то практики? Или тебе всё равно? То есть ты ставишь какую-то стенку? Ну, к сожалению, не всё равно. И особенно поначалу, когда я только начала работать и в терапии, и в коучинге, бывало очень сложно. Были такие прилипучие, знаешь, люди, которые все жилости тебя тянут, ничего в обмен не дают и даже не благодарят. То есть им всегда мало, они как пропасть, как бездна, как колодец туда. Закидываешь, закидываешь энергию, а они давай ещё, давай ещё. И это просто бесконечно. Без прогресса, без результатов. Сегодня я, конечно, во-первых, таких людей, их сразу чуешь быстро. То есть ты отказываешь иногда. И я на себя уже много не беру. Я понимаю, что если человек вот так много хочет к себе внимания, то это и есть его запрос. У него запрос не на изменения, а на то, чтобы повампирить мои энергии. А я, знаешь, женщина заряженная, у меня, в общем, много есть. Я понимаю, что это много кому хочется. Но в первую очередь это нужно мне, и поэтому сегодня я уже могу отказаться. Когда я спрашиваю человека, а что конкретно ты хочешь? И я понимаю, что он не хочет ничего, кроме того, чтобы просто вот как-то немного от меня подпитаться. Но, скорее всего, мы не будем работать. Если я вижу, что здесь есть цель, задача, с которой можно поработать, то сама эта задача, точнее, путь к этой задаче, она будет давать энергию приближения этой цели и будет давать этому человеку энергию. Соответственно, это мне не страшно. И тебе будет обмен? Конечно, да. И он будет видеть эти результаты, будет делиться, будет радоваться. И можно уйти с коуч-сессией очень заряженной, очень на подъеме. Бывает, что мы с клиентами расстаемся часов в 10 вечера, ну и те, которые после работы ко мне приходят. И я, ну, как на крыльях лечу, знаешь, еще могу там кучу дел по пути переделать, потому что меня это вдохновляет. Их изменения меня вдохновляют. Я сегодня не беру спасать людей, не беру, поэтому я не устаю сегодня от клиентов. Но вода очень хорошо помогает, если вот так что-то прилипло, от кого-то прилетело, можно, ну и внутрь, и как это, и снаружи, да, просто водой смывается это все. То есть когда чувствуется, пообщался с человеком, и не помог, и непонятно что, ну ему-то хорошо, а тебе плохо. Бывает такое. Да, у меня, кстати, бывало такое поначалу еще, когда я не видела, знаешь, какой-то всплеск эмоциональный. То есть у меня поначалу я начала работать, у меня все клиенты либо смеялись в конце сессии, либо плакали. Но еще есть какая-то эмоция, какое-то вот высвобождение энергии, которая была заблокирована. А потом стали переходить люди, особенно вот у мужчин это так. Хорошо. Я все понял. Я все понял, да. Ну что же, Елена, было конструктивно, благодарю. Думаю, ну все, я плохой коуч, я плохо поработала, все пропало. Что же делать? И вот я начала нагонять, почему не было там смеха, слез, где эмоции. Почему не было эмоций. Да, где это вот это все. А потом они мне могли написать через 2-3 дня или через неделю, слушай, у меня до сих пор осознание, я вообще тебе так благодарен, у меня столько всего произошло после этого в жизни. Я говорю, ааа, серьезно? То есть не обязательно, что прям вот так. Да, да, да. То есть все люди разные, и сегодня тоже уже не обращаю на это внимания. Ну то есть не делаешь это критерием эффективности работы. То есть у всех разные проявления, разные реакции. Да. И ты же не несешь ответственность за их реакцию, за их там какую-то психофизику. Я не несу ответственности на самом деле ни за что, да, даже за тот результат, который они получили. Единственная моя задача и вот наша договоренность с клиентом, это то, что в конце сессии он получит то, я буду везти его туда, куда он хочет прийти в конце сессии. То есть это всегда... Ну и он будет сам. Конечно, да, на себя я его уже не потащу. Но есть такие, которые вот приходят, так, ну я заплатил, давай. Да-да-да. Потребительское отношение. Давай все там. Делай мне все. И что ты с ними делаешь? Я им возвращаю их ответственность. Я им говорю, что придется вам самому сейчас потрудиться, поработать. Это прямо чувствуется, когда тяжело. Чувствую, что идет тяжело работать с человеком. Надо прямо с ним разговаривать, из него что-то вытаскивать. Потому что так, что я делаю? Тоже еще. Мы сейчас с тобой работаем или я тебя втащу куда-то? Ну вот там выясняют, что страшновато и так далее. И тогда человек уже соглашается взять ответственность. Мы просто поговорим как приятели, разойдемся, не будем называть это коучингом уже, если человек не готов. Опять-таки. Ну вообще, вот я в этом году прошла повышение квалификации, меня немножко еще больше в этом плане продвинуло в том, чтобы и коуч был с собой в первую очередь. Если я что-то чувствую про клиента, чтобы у меня не было какого-то стеснения ему об этом сказать. Знаешь, мне кажется, что тебе не хочется идти туда, куда ты мне в начале сессии сказал. Поправь меня, если это не так, но мне так про тебя кажется, что тебе на самом деле это не нужно. Ну да, ты знаешь, да или нет, тебе показалось. Ну окей. Главное, что я высказала то, что я чувствую, потому что мне тяжело, например, нести человека на себе туда. Я отдаю ему как обратную связь свое представление об этом, и он тогда уже корректирует свое поведение. Вообще, с теми, кому надо двигаться, это очень конструктивно работает. Терапия все-таки больше направлена на исправление прошлого, а коучинг, он такой на создание на пребывание в настоящее. На создание будущего и на, да, ну немножко на настоящее, в целом на будущее. А нет такого, что вот все равно люди цепляются за прошлое и все оттуда тащат, и что-то с этим надо делать? Надо ли? По идее нет. Но мы же начинаем все равно вспоминать свое детство, кто нас там когда обидел, укусил, не так сказал. Это все в процессе. То есть что ты людям говоришь? Забудь об этой ерунде? Ну я могу, конечно, сказать забудь, да. Потому что это же было. знаменитый «Прекрати это» про психолога? Не видела такой? Это чудесный ролик, посмотрела. Там пять минут, когда женщина приходит на терапию и говорит, вы знаете, я там не помню, какая у нее была фобия, какая там фобия, я, не знаю, грызу ногти. Он говорит, я вам сейчас скажу два слова, вы запишите, и с вас на 50 долларов stop it, прекрати это, в смысле. Да, просто перестаньте это делать, и все, зачем вы ходите, это супердействительная терапия вообще. Вот. Я могу сказать, да, перестаньте вспоминать прошлое, но это вот так не работает, к сожалению. Здесь я могу предложить как концепцию, как теорию, на которую можно опереться, и если клиент решит, что она для него полезна, он на нее обопрется. Если он скажет, нет, мне это не подходит, мы, наверное, не сможем тогда дальше работать. Но идея в том, мне в этом плане очень нравится теория Берта Хеллингера, который вот недавно наш мир покинул, про его, это вот автор Растанова, Растанова, во всех своих книгах он писал о том, что нужно принять как базовый тезис о том, что все было правильно, и твои родители это именно те... Оптимально даже, да? и твои родители это были именно те люди, которые тебе были нужны для того, чтобы ты была вот такая сегодня. Ну, и второй тезис о том, что все, что дали тебе конкретно вот эти два человека, это было максимум из того, что они могли тебе дать. Соответственно, какой смысл ждать от них сегодня, что они там в прошлом, в твоем как-то уже не поменяешь-то это. Но при этом забыла, кто, какая-то женщина-психолог, говорила, что никогда не поздно себе сделать счастливое детство. Есть такое. То есть сегодня тебе уже 30 плюс, ты взрослая, осознанная женщина, и ты можешь быть себе и мамой, и папой покупать себе эти самые игрушки, радовать себя. Есть же даже такие техники, да, можно пригласить себя на свидание, пригласить себя, то есть выполнить те ожидания самому себе, которые мы ждали от кого-то и не дождались. И мы тогда не будем зависеть от кого-то, да, и не будет у нас сложных ожиданий от других людей. Ну, это такая ловушка, конечно, когда ты хочешь, чтобы папа тебя отвёл на аттракционы в 5 лет, а тебе сегодня 35, и это же недостижимо и вообще никогда невозможно. В принципе, на этом можно упить и оставшуюся половину жизни. Зато при деле. Всегда есть о чём подумать, о чём пострадать, на что спихнуть, собственно, на все свои неудачи в жизни. Вот если вы тогда вот там папа меня вот сводил бы, вот тогда бы я зажила. А так, сами понимаете, деревянные игрушки и так далее. То есть люди приписывают свои неудачи в реальной жизни какому-то безумному вообще количеству обстоятельств, которые... Ну, перекладывание ответственности, в принципе. Ну, и плюс, когда есть претензии к маме и к папе, там, в детстве, да, они оставлены, то проекции на настоящую жизнь также переносятся. То есть тогда все мужчины будут виноваты, все мужчины будут должны вести меня на мои какие-то там метафорические аттракционы. Вот я буду от каждого ждать, что я получу то, что не получила когда-то от отца. А мужчина не в курсе. Мужчина-то не в курсе, да, в общем-то, за что на него обижать. Кто-то из них может быть был бы и не против, но надо предупреждать. Кстати, ничего плохого когда клиент именно приходит с запросами про отношения, и я вижу, что у женщины четко идет проекция отца, и она от него требует любви и заботы вот той, которая была у папы, или точнее не была у папы, не была от папы получена, то я это ну вот показываю, да, смотри, вот такая вот история сейчас с тобой происходит, как тебе. Ну вижу, да, отзывается. Тогда какие варианты? Тогда нужно честно ему сказать своему мужу, там партнеру, да, что есть такая вот у меня особенность, мне вот надо, что ты на ручках меня подержал. Ну что, он любимую женщину на ручки не возьмет, что ли, если ты... И он выдохнет, скажет, ну наконец-то я понял, что тебе надо. что с тобой делать, да, он будет только счастлив, потому что, ну часто же говорят, что мужчине нужна инструкция, конкретно, как мне о тебе позаботиться, что нужно сделать, чтобы ты наконец поняла, что я тебя люблю, потому что девочки не всегда... Опять же, языки любви никто не отменял, мы же по разному реагируем. Так скажи, мне надо, чтобы ты держал меня час на руках, гладил меня по голове и говорил мне, что я самая красивая, что ты купишь мне сахарную вату. Ну это же просто. Предупредить. Да, главное, предупредить. Вот такие вот пункты выполняешь, и всё будет тебе от меня взаимность за это. А какие есть ещё у тебя в арсенале из бытовой магии, да, как мы говорили перед эфиром? Бытовая магия это бытовая ведьма, получается. Бытовая ведьма. Просто ведьма. Зачем? Ведьма вообще, это же... Нет, это ведающая ведьма, ведающая мать. Знающая женщина. Да. Мудрая женщина. У меня вся эта история с магией началась, когда... Знаешь, была такая ситуация, я тогда ещё туризмом занималась, приезжаю как-то я в офис, и моя коллега просит меня рассказать подробнее про отель в Черногории, в котором я сама отдыхала. И я им очень в красках, эмоционально рассказываю, какой прекрасный отель и какой там был замечательный инструктор по теннису, который бесплатно проводил меня на разные там мероприятия. И так я эмоционально на подъёме про это рассказывала. Говорю, вот даже пришлось, он был так мил, что даже пришлось ему оставить телефон, но он так вот ни разу и не позвонил. В общем, мы с ней посмеялись, радовались, я уехала, встречаюсь, через полчаса встречаюсь с своей подругой, и мы с ней стали разговаривать о чём-то другом, совершенно друг у меня в телефоне. Раз, сообщение. Я достаю из кармана в WhatsApp тренер по теннису из Черногории. Прошёл год с тех пор, как я там была, я о нём вспомнила. Ты его вызвала. Да, я его вызвала. И через полчаса он, значит, из своей Сербии дошёл сигнал, вот он мне написал в WhatsApp. Привет, Елена, это Александр из Сербии, мы с тобой познакомились в Черногории. Типа, как дела? Какие у тебя планы на лето? Я там была в августе, а это был уже май следующего года. Представляешь? И я поняла, что сила мысли, это прям вообще... Таких совпадений было много, но это прям уже такая, знаешь, выпиющая, когда я поняла, что всё, это не бывает. Это работает. Не бывает таких совпадений. Ну как вот? Просто не может быть это просто совпадений. Я поняла, что это работает, и надо научиться этим пользоваться. Просто научиться как-то этим управлять. Я решила, что нужно тренироваться на чём-то конкретном, загадала, получила. На чём-то таком понятном, но маленьком, нужно тренироваться. Я начала с парковок. Вот я еду, я понимаю, что мне сейчас нужно ехать на Садовую, в самый центр, в рабочий день. Скорее всего, мест нет. Но для меня всегда есть место. Это моё базовое убеждение. Я знаю, что я встану у двери, всё вот как мне надо. Я приезжаю, пожалуйста, место. Причём там до смешного доходило, когда я занималась вокалом на Казанскую 7 по вечерам, на самый час пик. У нас был женский ансамбль, все девочки на метро, я одна на машине. Где ты паркуешься? Я говорю, я на крыльце. Ну, понятно, на крыльце. Мы выходим, моя машина стоит прямо у крыльца. И это было, может быть, я второй круг сделаю. Но в основном с первого раза всегда есть место. Я могу подъехать, смотрю, странно, кто-нибудь подготовился к моему приезду, где моё место. И тут же передо мной выезжает машина. Я встаю туда. Там однажды как-то никто не выезжает. Думаю, что происходит? Смотрю, горят фары у одного. Я к нему подъезжаю поближе. Ему говорю, вы уезжаете? Ну, так случайно получилось, что я хотела спросить, а получилось так, вы уезжаете? И он такой, да-да, я уезжаю. И раз, я встаю. Ну вот, нормально всё. Я поняла, что всё, с парковкой получилось. Стала с деньгами заказывать, загадывать, какую-то конкретную сумму, такой-то срок, там раз, пожалуйста. Из разных источников совершенно неожиданных. Какие-то ритуалы проводишь? Сила мысли. Ритуалы, вот смотри, то, о чём мы говорили, про высвобождение энергии. Про это тот же Диспенза пишет. Кихо в книжке «Подсознание может всё». «Подсознание может всё». У Диспенза «Сила подсознания» книга называется. «Трансферсинг реальности» Зеланда. Да вообще всё про это. На самом деле, это же квантовая физика, про материализацию. То, что сегодня доказывают квантовые физики, давно уже описано было в магических книжках различных там египетских магов. В общем, алхимия действий. алхимия сейчас просто становится массово доступной. Просто, допустим, лет 15-20 назад, если бы мы с тобой об этом говорили, наверное, нам вызвали бы какую-нибудь помощь специализированную. А лет 400 нас бы сожгли. Вот. Поэтому, да, хорошо, что сегодня можно говорить обо всём. Пока. Ещё и жить в этом. Ещё и жить в этом. Ещё и жить в этом, да. Так вот, как это работает. Тебе нужно, во-первых, чётко сформулировать запрос. Ну, как бы создать формочку, да, под то, что тебе нужно. Когда ты чётко понимаешь, что конкретно ты хочешь получить, можно цель по смарту прописать, срок. Ну, то есть конкретика. Да, всю конкретику. И для чего? Да, чтобы это прям важно было для тебя. Хотя, на самом деле, то, что неважно, сбывается, как правило, лучше. Ну, неважно. В общем, прописала, а дальше у тебя должно быть достаточное количество мощности, энергии для того, чтобы эту формочку заполнить. Как понять, что достаточно? И что делать, если недостаточно? Высвобождать. Это как деньги, это же эквивалент. Откуда-то высвобождать? Да, то есть если у тебя не хватает на бюджета, на вот эти цели, значит, ты куда-то тратишь в другое место. Посмотри, где ты можешь урезать свои расходы, во-первых, и посмотри, где ты можешь ещё получить себе. Мы сейчас об энергетических расходах говорим. Не важно. Для меня это абсолютно эквивалент. У кого большая мощность, энергетически сильные люди, у них, как правило, и денег много. Ну, поток вопросов, в случае широкий. Пропускная способность. Да, да, да. Вот смотришь на что-то, тратишь. А на что мы тратим энергию? На эмоциональные ловушки, на сериалы, на залипание в сетях, на жаление себя, на вспоминание о прошлом, на иллюзии. Ну, это тоже, в общем, все эмоциональные ловушки. Вот прекращаем это делать. Очень хорошо здесь помогает, кстати, физика, да, ты говорила, связь духа и физики. Физика, в смысле физические упражнения, если вот начала грустить, там, думать о том, что все плохо, вернее, справедлив, раз в планку. Приуныла планка. Понимаешь, в планке невозможно грустить, в планке невозможно себя жалеть. То есть телесные практики. Да. Помогаем себе телесной терапией. Приседания, опять-таки, очень хорошо, особенно для женщины. Даже если не поможет не грустить, то будет... Это качество попа, которая никому еще не помешала. То есть мы не боимся бытовой магии, не боимся грусти, спокойно. Знаем, умеем, практикуем. Практикуем. Под этим лозунгом мы будем жить. Благодарю тебя, Лена, что пришла. Позитивная, хорошая, спокойная, очень легкая беседа. Время пронеслось абсолютно незаметно. Я хочу попросить тебя пожелать что-то людям, которые будут нас смотреть. Я желаю верить в себя, желаю осознанности, желаю не бояться никаких трудностей. И помните, что если у вас есть цель, у вас уже есть все ресурсы для ее достижения. С вами была Елена Бабурина, Алиса Юркова и программа «Реальная любовь». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok